Здравствуйте, я Игорь Ман, и мы смотрим с вами программу «Битекс 24 спрашивает». Это уже четвертый сезон, мы говорили про маркетинг, мы говорили про продажи, мы говорили про стратегии, мы говорили про управление персоналом, и в этом году мы хотим повторить встречи с главными героями, с которыми мы встречались в прошлом году, им поинтересоваться, что у них произошло за год, что они смогли сделать, и что не смогли сделать, и почему. Подписывайтесь на канал. Сегодня у нас в гостях Василий Карпук, компания «Соль». Кстати, мы с Василием смогли поставить в прошлом году рекорд. Этот выпуск посмотрело самое большое количество людей, и мы хотим с Василием сегодня побить этот рекорд. Василий? Добрый день, меня зовут Василий Карпук, я директор по развитию компании «Соль». Год назад мы встречались с Игорем и обсуждали большое количество наших вопросов по маркетингу и по развитию нашей компании. Многие из советов Игоря мы применили сразу, просто я как вернулся домой, мы сразу начали реализовывать эти идеи. Какие-то у нас находятся еще до сих пор в проработке, а какие-то переродились в новые грандиозные планы и идеи, которые мы реализовали и гордимся ими. Например, в этом году мы запустили бизнес-клуб для предпринимателей, которые развивают свой бизнес в Bittrex24. В клубе мы знакомимся с другими предпринимателями, смотрим на то, как помогает Bittrex развивать их бизнес. Мы ищем новые сценарии развития, совместно обсуждая и дискутируя на эти темы. Мы приглашаем внешних спикеров, которые учат нас каким-то определенным сценарием, например, продажам и так далее. Внешние эксперты помогают нам тоже развиваться всем вместе в единой тусовке, в единой компании. И помимо этого есть еще много вопросов, которые накопились к Игорю за год, потому что год был непростой, и сегодня я хочу тоже их с ним обсудить. Мы говорили в прошлом выпуске с вами об якорении. Я похвалил вашу компанию за такое классное название и предложил вам несколько идей, как можно было бы использовать слово «соль» в маркетинге, в продвижении. Что-нибудь сделали? Сделали, сделали очень много. Мы только якорить поняли, как использовать эту идею, мы взяли сразу все на вооружение, и даже мы ее очень сильно развили. Я сегодня привез вам подарок. Люблю подарки. Для того, чтобы вы посмотрели, как мы это делаем, оценили, прокомментировали. Василий, сразу же комплимент, классное название. Вопрос, где салонка? Пока не завели, наверное, всем коллективам надо приехать, чтобы объединить нас. Есть такое понятие якорь. И тогда, когда у вас компания называется «Соль», было бы здорово, если бы на встречу вы приходили с пачкой соли, если бы вас везде видели с салонкой, ну потому что пачку соли не всегда буду наносить, а вот салонку можно достать из кармана практически всегда. Да, очень интересная идея, наверное, воспользуемся. Хорошо, если мы будем снимать продолжение, с вас пачка соли. Договорились. Надеюсь, похвалите. Это очень хорошо. Это шесть разных видов соли. Да. Абсолютно разные. Мы их специально заказываем, дарим нашим клиентам. Теперь, поскольку встреч стало меньше, подарки стали особенно ценны, особенно уделяется им внимание. И я надеюсь, что у вас на полке тоже надолго задержится. Да, спасибо большое. Кстати, еще раз, название очень удачное. Если бы вы назвали свою компанию «Сахар», он бы уходил быстрее. А соль – это надолго. Соль – это надолго, да. И мы уже даже видим дальше концепцию, которую можно развивать. Есть же соль для ванн. Даже соленые огурцы можно дарить клиентам, и тоже будет подарком. Отличная идея. Это очень хорошо. Но вот за это прям респект. Один, наверное. А, нет. Все. Все учли. Все продает. Великолепно. Видите? Все продает. Не просто подарок, но и продающий подарок. Все, как я люблю. И вкусный подарок. Да, я надеюсь, у нас будет продолжение. И я вам скажу, как там зашло. Спасибо большое. Спасибо. Кстати, совет всем, кто нас смотрит. Я думаю, что и Василию этот совет пригодится. Каждый раз, когда вы приходите на встречу с подарком, дарите подарок в начале встречи. Не в конце, а именно в начале. Таким образом, человек, к которому вы пришли на встречу, будет ощущать некий долг по отношению к вам. А если вы пришли, поговорили, переговоры были тяжелыми, и в конце подарили подарок, а человек думает, боже мой, если бы я должен мне подарить подарок, я, наверное, согласился на его предложение. Поэтому сначала подарки, потом переговоры. Не наоборот. Услышал. Спасибо большое. Ну, все. Тогда мы должны закончить нашу программу, и я должен вас похвалить за все. Главное, что вы на все согласились. Я согласен на все. Спасибо большое. Василий, в прошлый раз мы говорили о том, что компания может расти через клиентов, через продукты и через рынки, и у вас были большие амбициозные планы. Но с учетом того, что все границы были закрыты в прошлом году, как ваши планы? Ну, на самом деле, нам пришлось действительно скорректировать из-за того, что произошло, и послушав вашего как раз совета, что в первую очередь тот, кто будет развивать на международных рынках, должен присутствовать там. К сожалению, не случилось, и мы перестраиваем сейчас планы, строим новую стратегию. У нас есть клиенты из-за рубежа, к сожалению, мы с ними работаем только по услугам, пока мы не особо развиваемся. То есть они к нам идут за счет том числе нашего контента, которого у нас достаточно много. Я помню, я хвалил вас. Мы еще поговорим, наверное, про ваш блог. Да, он вот правильно была работа абсолютно. То есть географический рост не произошел? Да, к сожалению, пока нет того, что мы хотели. Но иностранный язык вы продолжаете учить? Да, все равно. Do you speak English? So, speak English? Я больше ничего не знаю. Про блог. Я напомню, что Василий в прошлом сезоне продемонстрировал прям удивительный результат. Он сказал, что они смогли сделать за год, если я правильно помню, 120 публикаций. Это какой-то фантастический результат, то есть практически каждый второй рабочий день была какая-то интересная, полезная публикация. И в силу того, что вы ввели свой блог, у вас было большое количество входящих запросов. Продолжаете ли вы ввести свой блог? Изменилось ли что-нибудь с ним? Может быть, появились социальные сети? Как блог? Блог просветает. Побили рекорд 125 материалов за год. Мы очень много пошли именно в контент-маркетинг. Мы для себя пару лет назад приняли такое решение и пару лет публиковали активно статьи. У нас за год вышло порядка 120, по-моему, кейсов. Год назад я завел на битрикс-сайтах блог. Мне говорили, что это бесполезно, и я его никогда не продвину. Я ни копейки туда денег не потратил, кроме нашего ресурса. Сейчас в Петербурге все позиции, все запросы, которые меня интересуют, они все на первой странице. Просто я получил себе этот выход. Я на самом деле уже даже не считаю количество материалов, потому что я их считаю не в объеме. Всего произведенного, а в то, какую периодичность мы их выпускаем. То есть мы увеличили периодичность. Теперь у нас, помимо того, что мы просто писали кейсы, у нас есть отдельное количество кейсов в месяц про то, что мы делаем непосредственно, как помогли клиентам. Есть отдельные инструкции, которые большие, развернутые, по которым самостоятельно можно работать в битрикс24. Есть некие плюшки, которые мы реализуем на проектах для клиентов и понимаем, что можно их отдавать. Пожалуйста, берите, пользуйтесь. Это тоже будет очень полезно. Поэтому контента мы производим еще больше. Мы переехали на новую платформу, потому что на конструкторе уже просто мы не справлялись с навигацией. Тем не возможно было управлять. Мы, следуя вашему совету, как раз добавляем прогревающих элементов, в рассылки вставляем специальные предложения для клиентов. После всех наших вебинаров они обязательно получают специальные предложения. Во всех электронных письмах можно найти специальные бонусы, еще что-то. Ну и контент мы действительно полномерно увеличиваем. Мы сейчас дальше пошли в YouTube как следует. Начинаем снимать, в том числе, кейсы туда. Оттуда идет трафик достаточно неплохой у нас. Мы пересняли наш курс целиком. У нас был большой 10-часовой курс. Мы записали большой курс на YouTube по внедрению битрикс24. Можно взять и самостоятельно больше 10 часов видео, самостоятельно пошагово все себе внедрить. Отдали его просто бесплатно. Он лежит там. Люди приходят, смотрят, пишут, что это здорово, замечательно. Мы сняли его заново, потому что продукт развивается. Много нового функционала, много интересных фишек. Это тоже мы все учитываем. Поэтому здесь мы двигаемся очень активно. И у нас, я как раз хотел, наверное, как вопрос задать. У нас есть такая идея глобальная. Мы хотим построить некое безотходное производство. Когда мы весь контент, который производим, он одновременно полезен нашим клиентам, и он одновременно полезен нашей команде. То есть мы все, что снимаем, если мы снимаем курс про продажи, какие-то ролики про продажи, они и нашей команде по тем методологиям, как мы работаем, должны подходить и нашим клиентам. То есть мы хотим, во-первых, убить двух зайцев с точки зрения того, чтобы не делать дважды одинаковую работу практически. И, во-вторых, просто быть полностью открытыми. Мы хотим таким open source с точки зрения и методологии, как мы работаем, рассказываем про наши подходы, про то, как мы выстраиваем наши продукты. Я сейчас расписываю все наши продукты и буду их тоже снимать на YouTube, рассказывая, как мы делаем, почему мы делаем, какого результата, что входит в том числе. Чтобы и наших, и продавцов, и экспертов по внедрению тоже могли учить таким образом. Это прямо очень хорошая идея. А у меня, соответственно, возникает к вам две таких встречных предложения. Я хочу предложить вам, ну, если мы говорим про безотходное производство, все-таки конвертировать материалы блога, материалы всех публикаций в книгу. Мне кажется, что это один из самых простых способов сделать книгу, это просто отобрать контент, который у вас есть, и собрать его под одной обложкой. Ну, нужно просто решить какую-то ключевую идею. А вторая идея, она, мне кажется, будет такая, ну, очень как бы она... к ней надо быть готовым, да, то есть я сейчас ее озвучу, вы уж скажите, там, насколько она там хорошая или плохая, и имеет ли она право на жизнь. Что такое Википедия, вы знаете. И, судя по всему, вы близки к тому, чтобы создать, я не знаю, там, автокипедию, ну, то есть вот собрать все, что связано с автоматизацией на одном ресурсе. То есть стать таким источником полезной информации, может быть, не только для клиентов, не только для сотрудников, но еще и для коллег по цеху. Мы, на самом деле, этим будем и идем. То есть, да, мы создаем именно такие материалы и для коллег по цеху. Я знаю, что почти половина партнеров Битрикса мне пишут часто очень, они учат своих сотрудников. Василий, это прям надо просто так, как бы, я понимаю, что вы это делаете, но теперь про это нужно сказать. То есть идея как раз заключается в том, что не просто продолжать это делать, наращивая количество публикаций, а прям позиционировать это вот, не знаю, там, как хочешь сказать, сборище полезного контента, под, надо просто название поискать, CRM, там, автокипедия, не знаю, то есть вот, не знаю, слово нужно правильно подобрать, но я надеюсь, что соли. Я думаю, да, мы как-нибудь увяжем обязательно с нашим продуктом, будет большой пуд соли. Да, да, пуд соли, да, тоже вариант, даже не один пуд соли. Здорово. Спасибо вам большое. А что дальше, Василий? Какие творческие планы, как говорится? Ну, творческие планы как раз действительно серьезно подойти к развитию Ютуба, потому что мы понимаем, что... Изначально я, по-моему, о том году рассказывал, почему мы шли через контент, создали контент. Мы понимаем, что мы не лучше всех и не сильны в интернет-маркетинге, привлечении клиентов, и там придут новые молодые ребята, которые делают это лучше нас. Поэтому мы делаем то, что умеем лучше всего. У нас много экспертизы, и мы делимся ей. Мы много контента даем, чтобы приходили клиенты не просто узнали, что мы внедряем CRM-систему, а приходили к нам и задавали вопросы, потому что они ознакомились с тем, что мы делаем, они понимают, к кому они идут, и таким образом приходили более целевые клиенты. На данный момент из творческих планов внутри компании это мы растем, мы развиваемся. Я говорил уже о том, что нам очень важно не потерять экспертизу при росте, и у нас сейчас вот как раз производство контента, в том числе для создания базы знаний внутри, четких регламентов, то, что мы говорили, обязательно нужны стандарты. Мы думали, что у нас их много, что они у нас есть, но каждый раз с проблемами просто сталкиваюсь, мы понимаем, что их недостаточно. Мы хотим действительно, чтобы это было все неким очень качественным заводом по производству результата для клиента нужного им. Поэтому мы собираем это. Ну, я думаю, что это абсолютно правильное направление работы, потому что люди при прочих равных всегда, особенно когда речь идет о сложных продуктах, выбирают тех людей, за которыми, как они считают, стоит большая экспертиза. Но, Василий, я прям говорю, что вы большой молодец, но не откладывайте в долгий ящик разговоры с клиентами, потому что часто будет людям казаться, что у вас теоретическая экспертиза, а нужно, чтобы люди видели, что у вас и практическая экспертиза. То есть нужно чередовать теорию условно с практикой, а вот теперь давайте поговорим с нашим клиентом. Вот мы, предположим, в прошлый раз говорили про вот такой-то аспект, а сейчас мы хотим именно вот этот аспект обсудить с нашим клиентом. И тогда люди будут понимать, о, у них еще и клиенты есть. А когда еще и клиентов много, хочется присоединиться к этим клиентам, ну, просто стать реально, там, членом клуба «Соль-24» как реальный клиент, не просто как пользователь контента, а как реальный заказчик. Спасибо, услышал. Кстати, это даже может быть такая некая внутренняя система лояльности, то есть вот можно там не идти вот по, потому что линейка продуктовая, которую вы можете предложить клиентам, достаточно большая, и когда человек выбирает маленький кусочек этой линейки, у него, предложим, там такая-то соль, классификация, там, не знаю, когда он там доходит до максимального там количества заказов, например, он заказал больше 50% всех возможных услуг, которые у вас есть, у него какая-то другая квалификация, то есть система лояльности, разделенная вот по названию, как ваш подарок. Василий, в прошлый раз я вас хвалил за такое классное название, которое сразу же выделяется из общего количества всех других, там, автоматизация, там, не знаю, и прочее, и просил вас продолжать играть со словом «Соль» во всех ваших коммуникациях с маркетингом справились, может быть, вы пошли дальше, продукты используют слово «Соль», сотрудники тоже просоленые, там, сезон просоленые, там, три сезона. Ну, у нас метод соли, это уже давно прижившееся, устоявшееся выражение. Мы для себя формулируем, что соль – это та приправа, без которой любое блюдо пресное, и любой бизнес будет пресным, его не хватает. Кстати, вы расшифровали, помните, я вам говорил, комплимент за то, что мягкий знак как раз может ассоциироваться с вами, буква «С», буква «О», там, буква «Л». Вот этот мягкий знак, он вам может как раз помочь еще раз входить в сознание вашего клиента. Предположим, когда вы пишете слово «Соль», я не видел вашего логотипа, напишите его, предположим, зеленого цвета. И во всех своих документах, которые вы печатаете вашему клиенту, мягкий знак, если вдруг попадается в любом условии, вы тоже делаете его зеленым. Все у человека просто формируется вот такая якорная история, про которую мы говорили в самом начале. Он видит мягкий знак, и он вспоминает вас. А уж он видит соль, он просто вас не забывает. Что-то они означают? Теперь вы расшифровываете это своим клиентам? Нет, до этого мы пока не дошли, к сожалению. Я помню эту идею. Я на самом деле записал себе все тезисы, которые я хочу... Темность, О, ответственность, Л. Логика. Ну и мягкость. Ну вот, все, уже первая версия готова, а дальше вы доиграете. Вот я всегда, всегда, если ваше название это позволяет, играйте с буквами вашего слова. То есть вот в данном случае мы с Василием очень быстро придумали, что может стоять за четырьмя буквами компании «Соль». Если у вас название компании состоит из трех, даже из десяти букв, попробуйте поиграть со словами. Это такой, ну, я бы не сказал, что это популярный прием, но он очень эффективный. То есть таким образом вы можете и повторить название своим клиентам, и самое главное объяснить, что вы понимаете, что стоит за каждой буквой вашего названия. Василий перебил вас. Что с продуктами? С продуктами, ну, как и, например, с названием, на самом деле, некоторые вещи, идеи с того, что мы обсуждали с вами в прошлый раз, я записал себе, я их периодически просматриваю, мы, когда есть ресурсы, возвращаемся к ним, и мы как раз совсем недавно добрались наконец-то до именования наших продуктов, потому что мы осознали, что у нас есть четыре тарифа сопровождения для клиентов, и они никак не связаны с нашим названием. Так, и что вы придумали? Мы пока в работе, это жаркие дискуссии внутри, это тяжело, потому что у нас есть некоторые нюансы, когда мы действительно понимаем, что это надо переименовать, это хорошо ложится на наше название, но мы внутри прям, вот мы просто не можем договориться, пока выбираем варианты. А, кстати, можно просто слово соль, даже без знака, поискать внутри других слов. Рассольник, соло, ну, то есть вот все равно слово, как бы, сол, когда ты говоришь, все равно слышишься соль, хотя тут можно уйти, по-моему, сол, это по-испански солнце, поэтому, ну, да, я вообще касса дель соль один из тарифов точно хочу назвать, и мы как раз это обсуждаем, а вот соло это отлично для нашего младшего тарифа горячей линии поддержки, когда работают с одним царифом. Нам надо чаще встречаться. Да, я действительно сейчас сижу и загорается. А сотрудники? Может быть, там тоже появилось слово соль? Нет, до сотрудников пока не дошли, но, да, тоже обязательно доберемся, действительно, идея очень классная, и к этим смыслам надо привязываться, мы сами это понимаем, поэтому будем это делать. Играйте, играйте с названием еще раз, я хочу сделать вам комплимент, у вас блестящее название, глупо было бы не использовать его потенциал на 100%. Спасибо большое. С вас салонка с фирменной соли в следующий раз. Обязательно договорились. Но я еще раз хочу вас прохвалить за то, что вы это сделали как минимум подарком, и, кстати, я, по-моему, предлагал просто салонку или пачку соли отдавать, вы пошли еще дальше, за это вам большой респект. Спасибо большое. Я помню, в начале нашей прошлой программы вы похвастались своей визитной карточкой, а я сказал, как ее можно сделать лучше. Вы, конечно, ее надо дорабатывать, но... Круто, 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 но можно сделать лучше. Но давайте сделаем комплимент. Во-первых, она у нее вертикальная, и вертикальная визитная карточка всегда больше привлекает внимание, чем горизонтальная. Но, к сожалению, здесь написано тоже, как я люблю, сначала имя, потом фамилия, и здесь даже достаточно лаконично указаны все контакты, но самый большой недостаток оборота визитной карточки у Василия это то, что оборот не продает. Потом читал комментарии к интервью, и люди писали, о, жалко, что визитную карточку так не показали. А мы сможем сейчас показать какие-то исправления? Были сделаны в визитной карточке? Сможем. Сделали. Учли все замечания. Теперь вторая сторона стала продающей. И она стала продающей. Да, здорово. Действительно так. Так, проверяю. Правильно. 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 Красота. Ну что ж, как я любил говорить, будучи преподавателем в высшем учебном заведении, это зачет. Спасибо большое. А почему черное? У нас, когда мы изменили фирменный стиль, создали новый логотип, и вот вариант черного цвета нам очень понравился. Логар, наш новый формат, на черный смотрится на наш взгляд. Очень здорово. Согласен. Мы на Соле тоже сделали. Да, я согласен. Да. Отлично. Здорово. А что еще сделали, кроме визитной карточки? Мы прорабатываем, ну, точно так же, на основании нового фирменного стиля все наши коммерческие предложения. Вообще все точки контакта у меня со времен первого выступления вашего, которое я видел, действительно засело вот про точки контакта, насколько они важны, и у нас все это вот по кругу в режиме некого кайдзена мы раз за разом исправляем. Извините, Василий, я просто пояснил, что точки контакта это те моменты места интерфейсов, в которых компания соприкасается с клиентами, а клиент соприкасается с компанией. И от того, насколько качественный этот контакт, вот насколько качественное соприкосновение, клиент решает, работают они с вами или нет, покупают они у вас или нет. И если Василий посылает коммерческие предложения на черной бумаге или, предположим, на бумаге, которая просолена, или когда он приходит на встречу, он предлагает выпить текилу, съесть лимон, и при этом вот так вот закусить солью, мне кажется, точка контакта используется по полной. Ну, это точно наша программа уводит в рубрику 18+, но мы готовы. Алкоголь. Да, и черное коммерческое предложение это прекрасно. Я сейчас сижу, думаю, как это будет здорово смотреться. Спасибо. Что мне нравится у Василия, он просто берет и делает, что, собственно, все должны делать. Не только послушать, но и сделать. Спасибо. Спасибо вам. И еще про визитку, Василий. QR-код. QR-коды работают вообще? QR-коды работают. Мы здесь анонсируем как раз наш бизнес-клуб. И была история, когда к нам в клуб пришел клиент, который увидел эту визитку с QR-кодом в офисе своего клиента. Ему стало интересно, она лежала на столе, он ее засканировал, увидел и пришел к нам. Но все-таки QR-коды работают. Работают. Да. Хорошо. Кстати, если вы не знали, QR-коды можно делать не обязательно прямоугольные, их можно сделать в круглой форме. Еще раз помните, мы говорили про то, что круглая форма могла бы напоминать людям про салонку. Но вы ушли в другие смыслы, поэтому, может быть, так и надо оставить. Но это действительно прикольно. Или можно попытаться сделать ее в виде вот этого куб называется. Она же буква О. Мы думали даже сделать ее, возможно, как раз складывающейся, чтобы как оригами, потому что новое лого, оно такое с углами с подобными. И как-то, возможно, складывать самостоятельную визитку. Хорошо. А может быть, еще что-нибудь придумали? Похвалитесь. Ой, да. Мне уже на самом деле неудобно. Много всего, очень много всего в работе. Действительно, над маркетингом мы уделяем очень много внимания, в том числе, когда пандемия началась. Первое наше действо, первое наше решение было так, по маркетингу мы увеличиваемся три раза, разгоняемся. Просто вот первый шаг. И еще раз повторите это, пожалуйста, вот туда. Это, мне кажется, одно из самых умных решений, которые я слышал в отношении маркетинга. Что, когда начался кризис, вы решили? Когда началась пандемия, мы приняли первое основное решение, которое мы приняли, это усилиться по маркетингу в три раза. А вот усилиться это в три, это нанять больше людей, в три раза больше производить контента, в три раза увеличить маркетинговый бюджет. Что это такое? В первую очередь в три раза, поскольку наша история это контент, в первую очередь мы в три раза начали больше производить контента. Поэтому, со всеми потерями, которые происходили в тот момент со стороны клиентов, мы, на самом деле, очень быстро отыграли эту позицию, и даже расти начали. Я, кстати, очень рад, что они решили увеличить в три раза маркетинговую активность, и так бы мне подарили две пачки соли, а так получил шесть. Правда, здорово. Да. Кстати, раз мы заговорили еще о том, какие решения мы принимали в момент пандемии, мы сделали одно решение, которое, на наш взгляд, тоже нам очень сильно помогло, но оно, возможно, с точки зрения классических каких-то историй, не совсем верное, мы сократили средний чек транзакции к нам. То есть, не проекта всего, еще что-то, а количество вот итераций, которые мы взаимодействуем с клиентом как раздельные услуги. Мы сократили эту историю до достаточно небольших бюджетов, которые всем по карману, не бьют по бюджету в те времена, которые происходили и сейчас, и тогда. И, на наш взгляд, это тоже помогло нам расти, потому что у нас пропали большие чеки, которые потеряли и бежим восстанавливаться от этих потерь, у нас выпадает один клиент, потому что переносятся какие-то отмены, еще что-то, и мы очень быстро восстанавливаем другими, потому что их достаточно нетрудно найти, они у нас рядом есть, у нас тут большая очередь из таких клиентов стоит. Правильно ли это решение в долгую, в моменте? Ну, мне всегда в снижении цены не нравится то, что клиент к этому привыкает, а потом будет... Мы не снижали цену. А что вы сделали? Мы, грубо говоря, проект условный 300 тысяч. То есть вы говорили, что теперь оплата не помесячная, а понедельная? Мы разбили итерацию, то есть если у нас раньше там были больше сроки реализации какого-то этапа, мы их разбили еще на этапы, и теперь там условно не 300 тысяч, а 50 тысяч за этап, а за меньший этап, естественно. И таким образом... То есть человеку приходится платить чаще, но ту же самую сумму. Да. Ну, это хорошая идея. Эта идея хорошая. Ну, то есть действительно мы на маленькие суммы реагируем. Ну, опять же, тут человек всегда психологическое число, обычно это 100 тысяч, и некоторые руководители даже, ну, иногда в кризис, конечно, все начинают следить за любыми расходами, но тогда, когда они вот действительно становятся уже какими-то, не знаю, там 100 тысяч, это большая сумма, а когда там 50, ну, окей. Ну, и потом, мне кажется, это действительно очень правильное решение, правильно сделали. Спасибо. Это как даже с той же самой солью, ты же мелко сыпешь. Да. Ну что ж, давайте сейчас подведем итоги нашей встречи с Василием, но я забыл спросить, наверное, самый главный вопрос, а как год был в целом? Вы выросли, я имею в виду по обороту, остались на том же самом уровне, припали? Мы выросли, у нас за производство нашего контента. Сейчас, я должен это перебить. Вот видите, что происходит с компаниями, которые увеличивают расходы на маркетинг, извините, не расходы, а усилия в маркетинг в три раза, они растут. Это правильно, это подтверждает, что маркетинг действительно дает результаты. Правильный маркетинг. Все верно. Мы получили за производство контента, который мы делаем и вообще за нашу активную позицию от коллег из Bittrex24 премию за вклад в обучение по продукту Bittrex24. Это дополнительная ачивка, которая позволяет нам привлекать клиентов, работать с ними. Спасибо большое. Мы вошли в топ-20 партнеров Bittrex в этом году. А были? По-моему, на тот год, когда мы с вами встречались, мы как раз в полтинник забирались, 50. Только-только. Ваши планы на следующий, на этот год? Мы уже плотно нацелены только на первую позицию и больше ничего не интересует. Во сколько вам приходится тогда увеличить усилия в маркетинг? На сколько? В 5, в 6, в 10 раз, чтобы этого добиться? Ну, пока из того плана, который сейчас поставлен, на который мы идем, в 8 раз. Вот, видите, написано, ты номер один с Bittrex24. Вот вы должны такую же кружку себе потом получить. Я номер один в Bittrex24. Я хочу, чтобы, да, мы все, вся наша команда была номер один и Bittrex24. Круто. Круто. Респект. Я очень рад, что маркетинг этому помогает. Я понимаю, что здесь работает не только маркетинг, здесь работает и продуктовая линейка, и работа с клиентами, продажи, и обслуживание этих клиентов, и сервисная составляющая. Но все-таки, вы видите, компания, которая делает ставку на маркетинг, может рассчитывать на то, что попадает из 50 лучших партнеров в 20-ку, а потом целится, смело целится в первую позицию. Василий, вы молодец так держать. Я очень надеюсь, что у нас будет очередная встреча, я смогу вас поздравить с первым местом или хотя бы попадание в тройку. Я столько сейчас идей себе зафиксировал, что нам нужно точно обязательно встретиться и обсудить их еще раз. Хорошо. А я по этому времени постараюсь расходовать всю соль. Договорились. Спасибо большое. Спасибо, Иван. Ну что ж, давайте подведем результаты нашего разговора с Василием. Мне очень нравится подход Василия, он верит в маркетинг, он активно его применяет. Самое главное, что мне импонирует Василия, он просто берет и делает. Очень часто люди просто слушают или говорят про то, что это у нас в планах. Василий говорит, я это сделаю и мы видим, что он это делает. Большой молодец. Все должны делать, как Василий. В этом и есть соль предпринимательства. Брать и делать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok